Человек может узнать об учении Господнем, что оно от Бога, ибо пророки изображают Господа не противником Богу и говорящим от самого себя, но говорящим и делающим все такое, что угодно Богу. Потом присоединяет и другой довод, такой, кто говорит сам от себя, то есть хочет вести свое учение, тот не для другого чего это делает, как для того, чтобы через это приобрести славу себе. А я не желаю приобрести себе славу, но ищу славы пославшего меня. Для чего же я стану учить тому, что чуждо ему? Следовательно, я истинен, и нет во мне неправды, то есть я не присваиваю себе славы, принадлежащие другому, что было бы несправедливо. Посему учение мое имеет вместе истину и правду. Оно не от чистолюбия проистекает, чтобы быть ложным и несправедливым, ибо чистолюбец и лжет, говоря о себе то, что превышает его достоинство. И неправду творит, присваивая себе славу чужую, нисколько ему не принадлежащую. Но Господь ищет славы Отцу и ничего не приписывает самому себе. Хотя мы же знаем, что он свою-то славу, будь здоров, имеет такую же, как и у Отца, он имеет славу. Но здесь он говорит, что я ее не ищу. И здесь он как бы говорит, что не мое, говорит, я ищу, то есть не мою волю. Хотя его воля точно такая же, как и у Отца. Но это он как бы против иудеев говорит, которые его не подразумевают как Бога, а не как его, как человека. И он для них говорит, что так я не свою волю, даже как ты, если я человека, я волю Отца. То есть на этом акцент он делан для них. Вот прочитаем сейчас Игнатия Тихоновича комментарий. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы за время этой коротенькой жизни на земле достичь божественных качеств. Стать послушным Богу, научиться быть Вадимом Духом Божиим. И всем, и во всем доверяться Богу. Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание. Это мы прочитали в толковании. Матфея 6, 10. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Ефесянам 5, 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Бог открывает себя людям через единственную книгу Бодгое Откровение – Библию. Какой непростимый грех совершают попы, богоборцы, когда прячут от людей Слово Божие, а значит и волю Божию. И навязывает людям свою волю, чтение срока урсов и всего-всего, чем сегодня наполнен Церковь. Познавать волю Божию, замыслы Божии человек может только из Слова Божия и Святой Библии. Сегодня из ста книг, написанных по благословению преосвященных, высокопреосвященных и святейших, едва ли найдешь две-три, в которой не было бы следов поврежденного человеческого ума. Православную книгу от всех прочих очень легко отличить, даже начав читать ее с середины. В ней обязательно серьезное повреждение, противоречие Слову Божию, вымыслы человеческие, буквально рассыпанные на каждой странице. И, судя по всему, исправлений никакого не предвидится. Это скинье должно быть полностью пленено и разрушено, и конец сей близок. Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писании. Читаем также мы Исайя 55,8 Мои мысли, не ваши мысли, то есть Господь говорит, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Иеремия 23,18 Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слова Его? Кто внивал Слово и его услышал? Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писании. То есть Игнатик повторяет эти слова толкователя Феофилакта Болгарского. Что вот еще здесь примечательно, я заметил. Господь говорит, сказав, что мое учение не мое, но не противно Богу, Он на учении Отца моего говорит, что кто будет творить волю Его Божию, то есть кто будет ее творить, то есть кто освоится доброветелю, а не будет рабом зависти, не омрачиться напрасно, нервничать против меня, тот узнает силу слов моих. То есть тот, кто будет творить, вот по слову жить, тот-то как раз и узнает силу этих слов. Они по-другому-то и не узнают, что этих сил у слов. То есть мы должны жить по слову Божию, творить волю Божию, как и написано, и тогда-то мы ее силу-то и узнаем. А те, кто почему, вот допустим, Игнатия Тихоновича многие нападают, да и на всех угодников Божих, а потому что на самом деле они волю Божию не творят, поэтому они ее и не знают, и ни силы Божьей не знают, они неверующие абсолютно. То есть они в принципе просто, такие же неверующие, как и все неверующие, только, допустим, могут носить облачение священническое и там оперировать категориями церковными. И как правило, сейчас если смотришь интервью там какое-нибудь, даже патриарха, вообще любого митрополита, там Феофана нашего, вот абсолютно мирской человек, вот абсолютно ничего нету верующего человека. То есть из писания там, если что-то и приведется, то приведется как-то искаженно, извращенно, как-то то, что так, как и все знают, вот как это принято. А так обычно, вот я посмотрел интервью Феофана нашего, когда его вставили здесь, в Казанского. Ну, это обычный, я не знаю, такой очень матерый чиновник, вот только так он отвечает прям политически взвешенно, то есть учитывая там все, что это татарское, тут мусульманское, так, чтобы никого не обидеть, никому все взвешивая. Но ничего вообще божественно он не говорит. Да ему это не надо, видно он это вообще, он не в этом мастер, он мастер именно вот в этой политике. То есть он их оттуда, он их детище. Кому-то есть, что добавить еще? Или вопросы у кого-то может есть? А что добавлять? Вот я был в храме, в воскресенье остался, проповедь заснял, на видео, ну, трансляцию сделал, подхожу ко кресту, меня священник говорит, типа, зачем ты снимал? Я говорю, ну как зачем? Ведь проповедь, чтоб люди и же вконтакте тоже приобщились. Он говорит, я тебе запрещаю снимать преть. Я говорю, а по какой причине? Он говорит, по моей личной, я не стал мне говорить по какой, просто запретил и все. Ну, понятно. Ну, что, боится света? Потому что вдруг что-нибудь не то скажет? Боится? Ну, тем более, как ты, он просто, он считает, что это его каноническая территория. Ты тут что-то рассказываешь? Да, 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 все понятно. Ну, я потом там два священника, я со вторым стал общаться, я говорю, поясните. Ну, никто, никто не стал ничего пояснять, как бы, закрывается. Единственное, что я говорю, ну, ведь заповедь-то дана, идите, ну, как бы, научите все народы, то есть мы должны, наоборот, проповедовать все такое. Вы, в первую очередь, должны. И такие клише на меня повалили. Да ты что, типа, протестант, знаешь, вот такое, что ты все в Библии оперируешься, протестант, значит, да, вот так вот. Прямо священник мне в глаза пред всеми там говорит такое. Ты что, к апостолам себя приравниваешь? Ну, вот такие какие-то. Да, апостолы сами говорят себя приравнивать к ним. Подражайте мне, как я Христу. Кстати, апостол Павел, он вообще ни разу не сказал, подражайте там каким-нибудь пустынникам. Ну, там их и не было, понятно. Но он конкретно, он не просто сказал, он говорит, умоляю вас, умоляю, говорит, то есть, это, когда так умоляет он? Умоляю, говорит, вас, подражайте мне. То есть, он как будто знал наперед, что будут подражать кому-то, другим каким-то там людям, пустынникам там всяким. Мне, говорит, подражайте, как я Христу. Ну, ты врагом там станешь сейчас. Так нет, это я пришел, знаешь, к элите интеллектуальной нашей епархии. Это вот два священника, они самые, считаются, самые продвинутые, самые, как бы, ну, реально, они так и есть, они самые умные, можно сказать, начитанные, там, язык подвешенный, и вот так себя ведут. То есть, ну, что спрашивать с других, я не знаю. Ну, так это они самые умные, это, ум-то для этого их там и учат, быть умными, чтобы, как, это, точно, игнотехники, чтобы оправдать любое беззаконие. То есть, ты когда не умный, не наобученный, то ты же не знаешь, вот тебе говорит заповедь, не убей. И ты не знаешь, к примеру, да, ну, не убей, и все, ты ее просто принимаешь, да, и не убиваешь. А если ты умный и начитанный, то ты знаешь, как так извратиться, чтобы ее, как бы, можно было объяснить, к примеру. Это вот он-то их, для этого и учат, чтобы вот это все, мочь сделать. Не зря эти все не ученые были, рыбаки-то не ученые, нисколько были. в этом плане. Даже Игнатий Бринчанинов, он вообще, он семинария не кончал. Не, ну, Игнатий Бринчанинов, он был весьма умный человек. Ну, апостол Павел тоже был весьма умный. Ну, он умный, это я имею в виду, он не специальный, Игнатий Бринчанинов, никаких духовных, ничего не кончал, у него не было этого образования. Нет, не кончал, и его, его епископы, ну, вообще, они его, он был как белая ворона, они его не любили очень сильно. Да. Ну, вот интересно, что Библию-то вот тут хорошо сказано, что вот волю Божию творит тот, кто углубляется в Писание. Почему надо углубляться в Писание? Потому что она настолько, там много чего очень сложного, и мы вот в прошлый раз поднимали тоже темы, и по войне, и по, что исполнять надо, что не надо. Это все надо взвешено, то есть ничего там, есть места, которые, кажется, что это противоречит, есть, которые переменены, есть, которые надо исполнять, которые не надо, и это надо все знать. Православные, даже протестанты ничего не знают. Кстати, он тебе говорит, что ты протестант. С бородой вообще ни одного протестанта сейчас не найдешь. Уж если на то пошло. Ну, как? Он говорит, как протестант. Ты что, как протестант? Вот так вот он. Несколько раз повторил мне это. Угу. Ну, вот даже вот в Писании, да, вот такие, есть места, к примеру, и отцы говорят, там есть, что вот если там юристы... Кстати, это, извиняюсь, Вячеслав, это знаете, какой батюшка мне... Это который причащал вот этого, отец Роман, причащал который, как его, Шахматова, такой, может помните, я его на интервью снимаю, было. Вот, вот этот батюшка. О, так это там духоносный считается даже. Ну, я же говорю, да, там, он миссионерский отдел возглавлял, всё такое. И там два священника, два самых продвинутых, можно сказать. И они вот, один мне запретил снимать, а второй, ну вот, а со вторым был диалог. Тот, кто запретил снимать, он вообще мне не стал. Я говорю, по личной своей причине, я могу, я не должен тебе говорить, по какой причине я тебя запретил. Просто запретил, и всё. и всё безапелляционно там. Ну, если на то пошло, то он не может запретить даже, так уж, если на то пошло. Он может не дать выставлять в интернет себя. Вот так, да. Ну, то есть сказать, что я не разрешаю выставлять, а снимать... Нет, нет, не-не-не, тут про... Он вопреки говорит и закону Божьему, и закону общественному, то есть гражданскому, так что он не прав вообще со всех сторон. Абсолютно. Ну да. Ну вот, я что вот хотел сказать, в Писании очень много таких мест, и надо это всё знать, и вот я примеры приведу. К примеру говорится, что приветствовать и святые отцы, Писание написано, вот сейчас прочитаю, я тут выписал. Кто приходит к вам, не приносит его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Иоанна 1.10. То есть люди, которые вот неверующие, всякие еретики, мы их даже не должны приветствовать, потому что приветствую, вот это значит, ты как бы одобряешь его дела, то есть приветствую его дела. Ну, вот сказать там доброе утро, добрый день, это можно сказать, но приветствовать нельзя. Но в то же время мы читаем Матфея 5.47. Если вы приветствует только братьев ваших, что особенно делаете? Не так ли поступают и язычники? То есть как бы противоречие, идет. Тут говорит, что те, кто не приносит его учения, того не принимайте. А тут говорится, что если приветствует только братьев, то есть учение нас принимают только братья, то есть мы только их и должны приветствовать. А тут говорит, если вы приветствует, что особенно вы делаете? не так ли поступает язычники и вот поэтому надо знать что и когда как правильно делать потому что приветствует значит приветствовать дела примеру даже будет из язычник неверующий доброе дело какое-то делать примеру вот я толкую как игнать их ночь говорит вот он делает доброе дело ты идешь ты знаешь точно что он делает это доброе дело там допустим милость не раздает до людям там каким-то ну что то делать доброе помогает кому-то ты его приветствует потому что приветствовала вот этот вот эти добрые дела которые делает он делать ну и бог через него делать а если ты не знаешь что не приветствую то есть вот и все а вот противоречие есть как бы как бы есть а на самом деле нету то есть это в одних случаях ты приветствуешь а в других не приветствую не должен по глупому нельзя тут воспринимать все вот если не больше изучать писание то как узнаешь об этом никогда никак не узнаешь то есть приветствовать знаешь приветствовали в добрых делах ты должен приветствовать человек в этом иван галит его на 7 глава с 19 по 20 стих не дал ли вам моисей закона никто из вас не поступает по закону за что ищите убить меня народ сказал ответ небес ли в себе кто ищет убить тебя толкование его обвиняют том что он нарушает субботу и приступает закон он против поставляет всему то что скорее они преступники закона закон говорит не убей исход 20 13 а вы еще вы ищете убить меня значит вы преступники закона а не я и так вы сами себе позволяете творить неправду а меня обвиняете в преступлении закон за то что я в субботу исцелил человека господь сказал никто из вас не поступает по закону потому что убить его искали все с которым он вел речь смотри с какой кротостью он говорит с ними а они напротив с обиду и дерзостью говорят без тебе они так дерзки потому что думали поразить его и устрашить хотя христос сам господь моисея виновник закона но уступая слабости и бесчувствия иудеев говорит что закон дан мы 7 ибо они не могли бы спокойно выслушать закон им данным и 7 а им владыкою мы мы сей господом вот интересно да бог говорит что никто говорит из вас не поступает по закону вообще никто вообще ни одного учиться ну вот из них не все кто его обвиняет они никто не поступает по закону потому что если бы они поступали по закону они бы его приняли потому что для этого законы был дан а сейчас на такое мнение наводится но среди православных что это вот были законники то есть они как бы все правильно как раз таки делали по закону и поэтому они христа не приняли то есть они все правильно то есть затошно все вы нет он говорит никто из вас не поступает по закону вот эти обвинения сыпется на игнать их ночи шон фарисеи законник и вот на нас сейчас сыпется тоже кто его последователь кто его слушает говорят что это все фарисейства то есть закончество вы там за букву цепляетесь а христос типа таких осуждал мне даже сестра састрита сказала я сразу конечно опрокинул тут по писанию она согласилась в принципе ну то есть ничего не смогла противопоставить а вот христос говорит им фарисеям этим никто из вас не поступает по закону а сам христос как раз таки поступал по закону родители иоанна крестителя написано во всем соблюдали как там соблюдали все западе постановление были правильны перед богом то есть поступали по закону иосиф мария поступали по закону именно это давало им ту вот эту возможность что они приняли христа то именно это имя дало то есть потому что для этого был закон как где-то водитель он был для этого именно если человек вот нарушал этот закон то он христа принять трудно было вот тут как раз мы видим по вот этим фарисеем именно потому что они были нарушители закона они его и не приняли то что они не поступали по закону и соответственно волю божию не знали как мы читаем выше то есть надо было поступать по этим заповедям и тогда бы они узнали боже более божьего сыне и бы бог открыл и это также на нас сейчас можно перевести что мы вот эти все евангелие евангелие читаем евангельские заповеди библию если мы по ней не поступаем нам более воли божьей не открывается а если начинаем поступать она начинает открываться святой дух начинает нас действовать и открывать но те кто не поступает им это неизвестно они будут гнать и хотеть убить как вот мы здесь то есть они реально хотят вот допустим и гнать их ночь говорит но вы вот так неправильно делаете священники вы вы поступаете как лютые волки вот самый настоящий вы поступаете так потому что вы же вот 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 тут вы тут нарушать они им говорят и бесноватый вы там гордый то есть просто зляться и ничего просто зляться на него также они как тебе без здесь небес ли в тебе то и хочет ищет убить тебя то есть реально не убить хотят кому-то есть что добавить очень мощная ты подметил вообще прям и это все действительно ну все происходит у нас вот эти вот все ну ты отсылаешь вот сказать короче библия оживает библия оживает в жизни вот когда вот так придерживаешься что-то пытаешься исполнить да и и священники пока как и поведение священников ничего нет нового потомцам но она оживает библия библия заживой начинаешь ее примерять вот поделюсь радостью то есть и в итоге потом мы с честецом стали разговаривать и такой я и дима бородатые два и потом с честом мы очень долго говорили и вот многим вопросом нужно и он со мной но совсем по чисто огласился как вот единственное что мы его ну я курс и в опасности там одна из опасностей в которой он находится то что он но оглашает там буквально по чисто и потом еще участвуют со священником он как раз тем они ну какой-то шум идет непонятно и они крестят ну как крестят мочат мочат взрослых людей я курю ты в опасности ты от отойди хотя бы это не делали мочи ты зачем тебе то надо как-то так но он согласился кого и вот такое хорошая беседа была в итоге священники не захотели беседовать а вот чтец побеседовал с нами паси христос ну все священники я подметил очень злопамятный очень просто если такое это очень злопамятный и все там вокруг них тоже потому что вот я даже тоже встретился в своем храме я там просто с одной побеседовал хороший разговор был а потом не другая передает певчи а это я с одной певчи и беседовать другая что она предупредила ее чтоб со мной осторожно не общаться ну как бы со мной быть осторожным то есть хотя мы при хорошо пообщались ничего я я не думал даже а там сразу затаилась продолжим 7 глава 21 по 24 стив иисус продолжая речь сказал им одно дело сделал я и вы все дивитесь и все вы дивитесь моисей а одно дело сделал я и и вы все дивитесь моисей дал вам обрезание хотя она не от миссии но от отцов и в субботу вы обрезаете человека есть суббота принимает человека обрезание чтобы не был нарушен закон миссии на меня ли негодуйте за то что я всего человека исцелил в субботу не судите по наружности на судите судом праведным толкование фифилакта болгарского что иудеи напрасно восстают против бога он доказывать все следующим умозаключением я одно дело совершил субботу и солил расслабленного из-за этого вы все дивитесь то есть смущаетесь поднимаетесь тревогу поднимаете тревогу между тем самый сей этот законодатель нарушил субботу когда повелел чтобы всякая душа человека обрезалась в 8 день левит 12 3 ибо часто случалось что восьмой день который необходимо было обрезаться приходился в субботу посему для обрезания самим моисеем суббота была нарушаема и день субботний немало не возбранить человеку обрезаться хотя бы восьмой день случился в субботу закон о покое субботним оставляется чтобы не был нарушен закон в обрезании если это так то для чего вы меня негодуете и гневтесь за то, что я в субботу исцелил всего человека. Хотя обрезание было не от Моисея, но от отцов, однако же оно, бывшее не от Моисея, нарушало закон о субботе, данный Моисеем. И в субботу не возбраняется обрезание, которое причиняет боль. А вы меня полицаете за то, что я освободил человека от болезни и сделал здоровым. Не судите по наружности, то есть судите правильное и нелицеприятное. Моисея, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от полицания, а меня, нарушивший субботу через благодеяние человеку, вы осуждаете. Особождать Моисея от полицания, из уважения к его достоинству и осуждать меня, который по виду бесславен, это является лицеприятием. Вот это очень важно здесь вот сейчас сказано, потому что это во всем просто на нас можно применить. Как Господь разбивает вот это их безумство? Он берет и показывает другой случай, в котором они нарушают, и сталкивает лбами их случай, то есть его, то, что он исцелил, и Моисея, и показывает, что они неправедно судят, потому что одного не судят за это же дело, за то, что он сделал, то есть обрезание допустил в субботу, а его судят за то, что он сделал гораздо больше, по сути, исцелил вообще человека, то есть боли ему никакой не приносило, то есть спас, можно сказать, его от болезни. То есть сейчас тоже в жизни много так приходится вот разбивать именно такими вещами. То есть, к примеру, говорят, вот я говоришь, не портит, написано, не порти край бороды двоей. Они говорят, а это все ветки закон, он отменен. А ты говоришь, а где отменен-то? Ну вот в Новом Завете его нет. Ну, тогда сразу приводится ему в пример, что в Новом Завете нигде не написано, что запрет, запрещен аборт, к примеру. Там нет этого. Нету, что там нельзя жениться на матери. Этого ничего нету. И что, значит, это не надо исполнять, раз этого нету? Но это есть все в Ветхом Завете, и это все исполняется. То есть, видите, как всегда важно иметь примеры, примеры, то есть, логика, она именно так и подтверждается, что она безупречна, она идет и подтверждается многими примерами, которые разбивают ложную логику. А истинная логика, она не разбивается ложными, то есть, тезисами. В том-то и вот и дело. И вот Христос, он неоднократно такими вещами занимается. Он приводит примеры, он их сталкивает по столбами. Он говорит, ну вы здесь, вы здесь-то не осуждаете за это же. Ну, то есть, за дело, а меня осуждаете. Или когда они, его говорили, что он нарушает субботу, а он показал им, что они своими заповедями человеческими сами нарушают, устраняют заповедь Божию. То есть, именно вот так и надо расследовать многие свои... У человека могут быть много заблуждений, именно подставлять под разные случаи, и смотреть, как вот это будет здесь выглядеть. И оно должно быть все безупречно, на самом деле. Если это истина. И тогда ты уже твердо на этом стоишь. Вот я, когда с Игнатью Стихновичем столкнулся, много заблуждений у меня было, как это действительно... И есть, скорее всего, много еще заблуждений. Но вот я стал сталкиваться с его бездоводами и начал вот с них, как бы, искать, смотреть. И я понял, что у него-то они железобетонные. Реально. То есть, они реально на чем-то основаны. И нельзя их опровергнуть. Не получается просто. Хочешь, не хочешь, не получается. То есть, если ты их отправляешься, то основывайся только на каких-то баснях каких-то там, ну, что-то в каких-то мнениях священников только. Вот и все, больше ничего нет. Думаешь, ну ничего себе. Оказывается, много таких заблуждений у нас. И вот здесь говорят, не судите, понаружите, но судите судом праведным. То есть, это тоже для нас касается. Нам говорят, не суди, не суди. А вот же Господь говорит, судите судом праведным. То есть, судить можно судить, но судом праведным. То есть, это значит, что он должен быть нелицеприятный, этот суд. То есть, вот как они и сделали. справедливый судить можно можно особенно если ты от начальствующий начальствующая должность или ты допустим отец ты должен и свою жену рассудите детей своих это как-то без этого без суда ты никак не сможешь а вот осуждать судить мне как нельзя это значит судить окончательно то есть на смерть допустим сказать что все он погибнет он в аду будет сто процентов ну то есть вот осудить что все он без как бы уже все беспокоянный будет сто процентов то есть ничего такого нибудь это вот вот это значит уже конкретно судьбу ну или вот когда сказать то что ты не можешь знать примеру просто не можешь никаких сказать вот человек в прелести ну те так показался ты вот так уже осудил вот и уже судил все так просто это тоже не скажет то есть это осуждение с рассуждением близко как написано даже не значит что рассуждать нельзя или человек вот наркоман лежит в луже ты скажешь он наркоман ты наркоман ты осудил нет ни на судью потому что он и есть наркоман не грамма не осудил на самом деле но сейчас представляется что так представляется что ты вообще если ты назвал вещь своими именами дьявол так сделал что ты осудил потому что типа вот ты чего его там если блудница назовешь это вообще тебя восстанет вообще все священники в том числе это чего типа ты сам такой был да я такой был поэтому и говорю или допустим но уже это не такой пример ты уже можешь сказать уже нет этого бревна то в глазу можешь указать можно сказать потому что часто скрывается именно в том что человек это не называет и как на сам внутри себя человек это как будет там без у него скрывает это как другими именами от называет и прочее сам сожительство если правильно назвать то есть сразу решение этого вопроса появляется я он все перевел название всякий придумал специально чтобы это скрыть там всякие вот допустим придумал он неудобно ну допустим ходить так правильно в платье а он придумал что есть такой понять как неудобно то есть вот мы неудобно в платье на на штанах то что или удобно удобно что на запрещено господь запретил женщин входить мужской одежде удобно а если вот это не было придумано слово удобно то есть вот под это дело то и не нечем было бы оправдаться то и то есть взяли и вставили что удобно это выше всего на свете то есть если это удобно то это выше даже слова божия а допустим если в платок в платке ходить неудобно наоборот тоже выше слова божия вообще много чего это удобно неудобно действительно самое главное что когда я вот у меня жена начала все это хорошо носить платок и прочее она говорит ничего все удобно то есть никаких нету этих все это выдуманы все эти проблемы еще есть что у кого добавить или вопросы какие-то смирнов дальше пошел он вообще оправдал говорит так иезуитские своими вот этими выкладками что они не носят мужские брюки они носят женские брюки понимаешь женские брюки носят это женские джинсы все так что и я много раз слышал сейчас они именно так оправдывается что это не мужские и не мужские брюки это женский так что отвянь вот у меня сестра в австрии именно так она это все они женские и у них сразу прям атакуют сразу атака вот и теща при мгновенно атака а ты чё юбку не носишь там вообще-то мужчины юбки носили прям сразу таких такой снаряды прям летят вот эти тогда вообще юбки носили женский а там я читаю в библии это написано ну то есть вообще написано что мужскую юбку дальней библии было мужская то есть платье мужское плаге и был женское платье то есть и женщины то есть они должны были меняться ус них какое-то отличие было собственно говоря а штаны я одну историю и посмотреть вообще никогда не было женским и никогда в жизни такого не было это вот как таки 8 там девятнадцатом веке что ли прям началось вот эта тема когда вот эта эмансипация там это пошла они как в протест пошли и вот начали одевать то есть там вообще никакого нету назвали женские это все равно что не знаю женщине бороду нацепить ее так постричь и сказать это вот женская борода она вот по-женски как там красиво там ее заплесть заплести или там не знаю мужчине грудь нарастить и сказать это вот мужская грудь такая специальная под мужчину там большая такая большая будет грудь но вот она там виде в другом будет но это бред вообще то есть понятно дело что там дьявол шил специальные чтобы оправдать эти женские штаны то есть сказать что вот это теперь женские не все священники пользуются и прихожане за ними из-за этого тоже все это неважно говорят это все это так неважно что человека через перешагнуть даже не может вообще конечно священники знаешь когда вот ты начинаешь им ему противоречить основываясь на писании просто но для него это шок понимаешь для него он смотрит на тебя ты откуда с какой планеты вообще то есть они уже настолько привыкли к тому что ним все буквально все мужики и женщины заглядывают в рот там и ловит каждое их слово понимаешь что когда ты начинаешь с ним ну какую-то отповедь давать там на ну например вот на то что он меня запретил да я стал спрашивать по какой причине и так далее все они у них у них шаблоны просто рвутся я вот такое подметил тоже ну это понятно конечно все тебя или вообще сладкая жизнь такая в плане ну то есть в тщеславии это вот как раз таки у священническая именно во всем она там самое большое было не больше всего этим больны они именно больны этим потому что ну как это даже мне кажется многие знают вот головин он ну просто я мы даже никогда разговаривали он говорит мне год уже надоел что все готов головинцы как он сказал не головинца вовкинцы нужно играть новая нужна новая кровь но он приглашал вообще на свое вступить вы к ним потому что все вовкин сыграть так продолжим евангелие туанна 7 глава 25 по 27 стиль тут некоторые из иерусалимлян говорили не тот ли это которого ищут убить вот он говорит явно и ничего не говорят ему не удостоверились ли начальники что он подлинно христос но мы знаем его откуда он христос же когда придет никто не будет знать откуда он толкование но смотри как злоба сама себе противоречит начальники когда спрашивали спрашивали говорят что христос рождается вифлееме иудейском матфей 245 они говорят что никто не знает куда христос видишь ли противоречия и опять другом месте говорят мы знаем что мы с моисеем говорит бог но откуда сей не знаем видишь ли как неистовы говорящие знаем и не знаем если что подобное сему неистовству но они имели ввиду одно чтобы не веровать то есть они крутились просто выкручивать тут скажут если выгодно так скажет если выгодно по-другому посему когда для них было полезно они говорили знаем а когда было не выгодно утверждали что не знаем и так противоречие вытекает и злоба их иной спросит на каком основании говорят они что никто никто не будет знать о христе откуда он ибо если бы они не имели комиссии с описание или твердого предания они говорили бы так явно вопреки книжникам которые ясно сказали ирду что христос рождается вифлееме иудейском и тем которые в другом месте говорят что христос придет из селения мифлеема и уанна 742 что же отвечать те и другие говорили так на основании пророк те которые говорили что христос рождается вифлееме и что население давидова очевидно как и матфей замечают имели в основании свидетельство пророка михея говорящего и ты вифлеем земля иудина ничем не меньше воеводов иудинах ибо из тебя произойдет вождь который упасет народ мой израиля михея 5 2 матфея 2 глава 4 по 6 и те которые говорили что никто не знает откуда придет христос основали свою мысль также на свидетельство пророков сам же миссии 5 2 говорит что исхода его от начала одни века чем ясно означается неизвестность исхода или рождение его ибо того кто имеет исходы от начала и одни века никто не может знать то есть как бы миссии уже говорил что он как бы бог до исхода его от начала и одни века то есть от начала еще он был люди во время во времени а он одни века то есть от начала как же временный познает вечный исаи также говорит роджево кто и здесь нет основываясь на 7 они говорили что христе никто не знает откуда он ибо они не понимали что господь иисус двух естеств пишу откуда он по плотскому рождению от девы именно из-за фильмы это было известно от бестелесным и несказанным рождением от отца прежде всех веков говорится что рождение его выше всякого изъяснения и так или семья или семья неси говорят о плотском рождении говорят что знают откуда он а от предвечного рождения по которым никто не знает христа откуда он не говорят посему не знаю что он двух естеств и по одному известен по другому нет говорят что он не христос но вот видите уже тогда было у них вот это то есть есть несколько мест писания которые говорят откуда он произойдет есть другие места писания где говорятся что никто не знает то есть от начала то есть исходы его от начала то есть роджева никто не кто изъяснит то есть и ссылались они одни на это ссылались а другие на то ссылались но главная цель была чтобы только не поверить не уверовать в него вот в чем смысл то то есть она видите а как бы писание вставило противоречие когда вот ты не знаешь истину то тут же говорится откуда он а тут говорится что неизвестно откуда он и это можно было изъяснить только приняв то есть как можно было это противоречие устранить а только принявшего него две природы божественное человеческое по-другому никак а как было это понять они как это вообще не понять было это только духом святым могло открыться бы тем кто исполняет закон тем кто верующий был по-настоящему это открылась в итоге а евреям и до сих пор это не открыто также и многие в писании вот сейчас библия она не открывается то есть как завеса стоит глазами многие места писания открываются только впоследствии то есть вера и не открывается бог господь открывает их и здесь мы видим он действительно невозможно без двух святого это как-то разъяснить если я христе в одном месте говорит что неизвестно в другом говорится что известно как ты этого ты взвешившийся перед тобой человек стоит который как бы утверждает что он христос но в то же время все знают откуда он и все знают при том откуда он и он оттуда откуда ну как бы все знают что не из вифлеема хотя он был за фифлеема но все знают что он из назарета то есть это не было известно так им как им не соблазниться было а видать это для этого это бог так и сделал чтобы чего-то вот по закону жил верующий был тому бог это открывал открыто было а вот им после того что они нарушали это не не могло быть открыто они себя не подготовили к этому может у кого-то вопросы есть они не все то вижу были же да видимо и священство из сильных мира сего ну по в том народе в иудейском но они страха ради иудейской они там тайна вот это все исповедовали они афишировали ну да вот это и сейчас это то же самое есть многие допустим и священники и даже уважает очень примеру игнатия тихоновича да и но это они не ну как бы скрывает потому что они знают что если узнают об этом его возможно погонят переведут куда они там ну или еще что-то начнется свист это тоже такой страх индейский да вот опять виш писание опять оживает все все вот вокруг нас все происходит и с нами там вокруг нам да да то есть почему это вот страх именно он иудейский потому что он вообще не связан с истиной то есть человек то по сути если правду говорит то чуть-чуть тебе боятся ты же знаешь что за тебя бог ну ты и чуть тебе чураться этого человека примеру я ну это может быть только мне кажется оправданно только когда у тебя какая-то цель есть допустим ну ты знаешь что с какой-то целью это ты делаешь ну рано тебе еще допустим ты вот тебе надо там больше людей подготовить больше там ну это то есть с рассуждением это ты можешь там это раскрыть ну тебе вот сейчас время надо поэт поэтам а так просто трудно ну да много мест писания живота кто по и кто постыдится меня да вот господь же сказал перед перед этим родом прелюбодейном и грешным табы я постыжусь и много-много мест на самом деле для того чтобы не бояться но и шим есть что терять как бы материальное карьерная там какое-то положение и так далее да можно привести место писания конечно вот иван горят я на 7 глава мы сейчас какой стих писания прочитать прийти и связь тебя слышно волоке говорит я думал связь прекратилась мы сейчас какого-то читаем 2527 7 глава 2527 я просто отошел и прослушался иван грятья на 717 об этом краса говорит кто хочет творить волю вот узнает о семечении от гоголя да да мы вот как раз это обсуждали что творя волю то есть ты только тогда и узнаешь об этом учились ты творите и начнешь тут именно кто хочет из то есть это желаешь лица исполнять то что бог повелел по тебе это откроется а вот это интересно да благодарю за такую даже вот захочет кто действительно то есть искренне захочет уже бог будет ему открывать свою волю я вот например немножко вставлю почему я очутился в этой общине да потому что во первых я увидел что с этими с людьми то есть господь среди их присутствует он с ними находится а я как раз стремился то есть я бога искал и хотел исполнить его волю и господь указал на таких людей которые исполняют его до дед они совершают где-то там где не что-то не так делают но не подвигается вперед кается перед богом идут дальше все так тоже на понимать себя закончил когда водя когда мог дойти как здоровье расскажи ну как завтра поедет он к окулисту днем где-то в первом часу его повезут на прием сам виноват надо было раньше это все сделать а он терпел терпел до того что у него все боль пошла в голову куда-то там написано же не передвигая врача надо соборно помолиться всем помолимся в конце и на вечерний можем ну понятно и понять ты можно потому что так ты у тебя болезнь ты на богу уповаешь а врачам потом на врачей приходится надеяться а еще неизвестно молится ли он богу врач как тоже написано а тут уже конечно край все ну да вот правильно владимир сказал что вот он выскал божью волю и у меня точно так же я так также пришел на ресурсы игнатия тихоновича именно после того когда вот я прям взмолился о том что чтобы не мне такие уже кучи всяких сомнений я все вот это меня разбомбила просто вот эта жизнь московской патриархии вот это учение современная я так-то начинал вообще вот в точности по-правильному а потом вот это приняв вот это все современное вот это критическое отношение к библии вот это все начал ереси такие пошли в голову и все и пошел и блуд пошел вообще на всех уровнях пошло помыслов эти все все я понял что ты просто уже с дьяволом в облинку живешь я думаю ну что не так почему я же считаю себя верующим христианином православным что такое что это я такой правильный что ли что меня так атакует дьявол бесы то есть еще те говорят что ты как песок морской должен видеть свои грехи значит если больше грехов тебя стало как бы ты больше видишь что то ты значит лучше вы продвигаешься я думаю нет это уже не то вообще это же взмолился говорю газ господи ну ты вот если ты мне укажешь путь где я точно буду знать что он правильный вот я вот узнаешь он точно правильный то я все с него не сойду и вот все потом течение обстоятельств определенных там много рассказывать можно я уже наткнулся на игнать техничий и он мне на сердце лег очень даже потом я конечно проверялся все критические материалы против него читал все это испытывал но ничего все это разбилось просто в пуху прав критические материалы хоть как-то твердые были а там все молоко сплошное мне помогло что меня выбило из-под как бы я очень стал сомневаться увидел священство то есть вот именно я был до этого вообще приверженность вообще ни в чем никак не осудить никогда там все это все нормально это все только без и придумывают злые хотят церковь разрушить но когда я просто с головином увидел сколько клеветы на него пролито было то есть я то что непосредственно знал прям как это происходило то что мы я встречался там не сын его сказал как это все началось чего пошло какие клеветы непосредственно я просто увидел ничего себе и у меня от эти розовые очки слетели и меня уже вот это не я не верил уже как бы я если что-то читал мне я все это не было у меня доверия проверял я смотрю там какой-то там этот какого монах то этот в этой каргызские там или какое нам не помню тунгусский что я не помню этот монах который разговаривал с игнать их ночью много все кривиты на него тоже льет миссионерском отделе то туго там туго в туве там они собрали да я дулевич там заправляет дулевич дулевич да дулевич вот я его то есть его я посмотрел все его кита до вода уже до этого я что-то посмотрел и гнать их ночи прям так совпало что его культа вот я прочитал и я увидел что на место не соответствует то есть притянуто все то есть определенным образом именно до этого еще георгий максим вы но я не обратил особо на это внимание ну просто подумал как правильно горит какой-то очередной затворник там чипист паспортист вот такое тоже также мне было а там было на человеческий это глубина пробивается молитвой потому что если ты а в обычный вот верующий воцерковленный тебя реально начали оттолкнет если ты не будешь молитву то есть вопрошать у бога чтоб тебе бог открыл от бога или нет не факт что тебе откроется глубина потому что ну я реально вопрошал пусть уже не доверял всем вот но многим вячеслав хотела спросить отец владимир приедет потеряевку ну говорили что приедет уже до следующем году хотели все они вместе там собрать вообще побольше людей говорили да как будет не знаю в этом году то понятно ну не получилось там у него в больницу он слег в следующем году уже планируют они пока предварительно а так как получится и же самый страшный интеллект вирус в патриархийные я им очень сильно болел и он прививается я не знаю даже как незаметно и в семинарии в самой везде что писание это не на первом месте короче писание не на первом месте на первом месте церковь учения церкви как бы вот так вот понимаешь какое-то предание вот что-то такое предание вот она больше чем писание писание это часть предания церковного и так далее понимаешь куда вот эфемерное предание основанная по всей видимости на человеческих рассуждениях епископов там и так далее так вот и и вот и вот буквально вчера позавчера когда была беседа и вот он не то есть он отодвинул отодвинул писание в сторону и меня этим упрекнул ты чё писать ты чё протестант вот вот этот интеллект вирус я болел им но я уже рассказывал это много раз и тем самым когда я увидел что на тихонич все все время на написание опирается и ссылается написание я отошел от него я подумал как это протестант ровно так же я посчитал и отошел на несколько лет отошел а потом когда прижало уже все действительно разочаровался во всем вот этом московском патриархии во всей этой в лицемерии во всем этом безумии тогда уже господь ну привел за за шкирку можно сказать и уже но так же как у тебя вячеслав также вот ну да и самое главное на самом деле то предание ты не она как раз таки основан то написание в плане имеется ввиду что она ему не противоречит то есть на самом деле обычные какие то есть они вкладывают в предание именно то что ты послушал должен быть епископу просто там и там священнику и все вот там вот это только больше ничего нету потому что они кричат и чё протестант типа а предание такая говоришь а где она противоречит писание то предание противоречит писанию канон если бы они канон это исполняли предание это каноны на самом деле вот если в чистом виде потому что за то что не исполнил кого-то святого отца слова и вообще никакой наказание не будет а ты не исполнил канон какой-то вот лететь наказание то есть не грех как раз таки грех не исполнить слово божий канон а не грех не исполнить там какого слова священника там или конь святого отца который что-то сказал там по святогорец что сказал это вообще никогда грехом не было это просто без в голове вот у них смутил там просто мусор просто и не дает расставить вот эти точки вот эти над и просто расставить, что, а что, где противоречит? Никакого противоречит, так это всегда, это и есть учение церкви. То есть, смело можешь говорить, я, говорят, учение церкви, учение церкви, вот оно и есть, учение церкви, оно не то, что написано в Писании, что ли, это и есть. Все еретики, все вообще до одного, чем не излагаются? Писанием, по-другому-то никак ты их не изложишь. Только сразу, когда идут какие-то спорные вопросы, сразу прибегают к Конституции, то есть к Писанию. Я тоже самое хотел сказать, что Вячеслав, под преданием все что угодно туда можно впихнуть, все что угодно. Как говорят, Писание, то ну надо там и предание учитывать, а там, то есть, и так подстраивать, что все что угодно, любой беззаконие можно оправдать. Здесь я как раз надо составить, я как-то читал, как катехиизм один, и там говорилось, священное Писание и священное предание, и священное предание с большую букву. То есть, когда было словесно передано Слово Божие. То есть, вот здесь надо смотреть, какое предание, то есть, священное предание или просто предание церковное. Разделение тоже делать в этом. А в церковное предание там, конечно, очень много всего уходит. Что угодно можно на самом деле внести. Что под этим преданием подразумевает любой человек, который ссылается на него? Все умные. Ну вот. А вот вопрос, а что первичнее? Предание или Писание? Вопрос. Ну, предание, конечно. Конечно. Преданием, Писание. Писание это записанное предание. Мне вспоминается случай, Игнатьев Иванович, он говорит, когда Златоуста читал, там, первый раз, что ли, он его читал, и Златоуст сказал, что Евангелие, говорит, это вторично. Он говорит, я сразу тут же сел, говорит, закрыл его книгу, говорит, как-то вторично, говорит, такой как бы воспротивился. А потом начал дальше его эти размышления-то читать, ну, и понял, что он прав оказался. Что сперва-то было предание, а потом уже Господь дал закон именно Евангелие, Слово Божие, писанное. Так и самое главное, да, вот правильно описано, именно предание определило, что вот это описание выше авторитет, над всем идет. Именно предание так и определило. Именно предание назвало его Словом Божиим. Поэтому, кто говорит, типа, противоречие ставят между ними, просто хулитель вообще нечеловеческий. Потому что именно предание, вот ты сказал, то есть это, когда ты говоришь, опираешься на Писание, ты опираешься как раз-таки на предание, которое наделило это Писание самым высоким авторитетом. То есть он тебе говорит... Вот тут как раз у меня был там диалог с одним диакономом. Он говорит, так вот предание, оно выше, понимаешь? Он говорит, предание-то выше. И церковь, говорит, даже выше, говорит, церковь сама, церковь как бы вот этот канон священного Писания составила, правильно? Вот именно. Поэтому ты и ссылаешься на него, на Писание. Потому что именно церковь это и определила как высший авторитет. То есть надо его сразу поймать крючком, он сам себя улавливает. Сказать, то есть ты хочешь сказать, что предание противоречит Писанию? Ты его скажи, пусть он как бы... Надо его вывести на это. Он говорит, оно может отменить. Он знаешь, как говорит, оно отменяет некоторые моменты в Писании. Понял? Вот так вот. Ну хорошо, надо разобрать, какие, кто это, где отменено. И вот так, когда идти надо по букве, там вообще идти жесткость. Потому что это предельное лукавство. Вот прям вот вообще нереальное лукавство. Вот это. Прям надо тут этого змея, прям вот этим. Он это стал говорить, когда я ему черным по белому Малахию, ну процитировал Малахию. Он сказал, что как, говорит, десятина влияет на твое личное спасение. Ну Диме задал вопрос, я говорю, как, как. Давай Малахию послушаем, что Господь говорит. И все, вот я ему процитировал. И он потом говорит, так вот, вот стал говорить, что вот церковь это высший, там все такое. Короче, вот. Так и вопрос, в церковь высший, так а где вот оно церковь? То это вот то, что он говорит церковь? Или то, что каноны говорят? Или то, что Писание это церковь? Это-то и есть церковь-то, собственно, а не то, что он-то говорит-то. В том-то и дело. Что церковь-то высшая, но епископ это не церковь. Русский, вся русская православная церковь, это не церковь. То есть она, точнее, не может что-то произвести такое, если это идет в противоречие. Патриарх что-то сказал, вообще никакой силы не имеет, если идет в противоречии с писанием и с преданием. То есть именно с соборами. Вообще никакого. Архиерейский собор что-то там признал, вообще никакой силы не имеет. Прям ноль у него. Потому что Вселенский собор так не признавал. Это все вопреки идет. А если идет в противоречии, то это все, это ноль. Ничего вообще нет за этим. То есть сами себя только ослуждают этим, и все. это даже я даже слушал если который вот по канонам мощно очень разбираются они прямо говорят что это вообще никакой силы не имеют эти не патриарх не ничего вообще не имеет его слова над имени церкви говорить ничего не может если оно противоречит то есть он сказал от имени церкви но этот не от имени церкви а вот у католиков это как бы от имени церкви а в православии никогда такого не было и предание вот правильном говорит церковь не выше то есть церковь то есть это все есть церковь именно все разделять слово божье его вот игнотик как-то правильно так делать он вставит этот он говорит ну вот ты вот отвергать что-то местописание что вот это что слово которое я говорил она будет судить последний день то есть надо либо отвергнуть это что поэтому тут два же варианта либо ты считаешь у тебя будет судить по слову то есть веришь библии получать веришь слову иисуса и считаешь либо ты ему не веришь ноги ты веришь иисусу вот то что это его слова веришь этому веришь если ты веришь этому то все это все ставится выше всего то есть А если не веришь, все, ты не веришь Писанию. Следовательно, ты не веришь Преданию, которое это Писание поделило. То есть, все, человек вообще неверующий получается. Ну ладно, мы о Писании поговорили, теперь перейдем на Предание. Мы остановились в прошлый раз на девятом правиле святых апостолов. Вот как раз-таки самое сложное правило, самое тяжелое, мне кажется. И Дулевич очень хотел именно этим правилам подцепить и подкопать Игнатия Тихоновича. Правило девять святых апостолов. Всех верных, входящих в церковь и Писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, як обещение в церкви производящих отлучать подобает от общения церковного. Дулевич и вообще все многие вот это место толкуют как то, что надо всем постоянно причащаться. То есть, это правило предписывает всем причащаться. И Дулевич Игнатия Тихоновичу это говорил, типа, вы не все, вы типа лицемер. Вы вот это правило не соблюдаете, так как вы там редко причащаетесь. И вы там против причастия, то есть наврал. Ну, вот допустим, я от себя сразу скажу, вот я просто даже читаю вот здесь вот эти места, я даже с одним диакомом тоже разговариваю, он сказал, вот там надо греческий смотреть, я говорю, ну мне покажи греческий, если ты разбираешься. Здесь вот сказано, всех верных, входящих в церковь и Писания, слушающих, но не пребывающих на молитве и в святом причащении, и в святом причащении. Пребывать можно где? В храме, там, на молитве, да? Но пребывать на святом причащении можно только если ты пребываешь, пока оно идет. А если говорить о вкушении, то говорить вкушать святое причащение. То есть нельзя быть, пребывать на святом причащении до конца, нельзя подразумевать, что это речь о вкушении идет. Потому что это речь, наверное, о том, что пока оно идет по святому причащению, ты должен быть до конца. Потому что не пребывающих на молитве и святом причащении до конца. Ну, потому что, если бы говорилось о вкушении, то сказал бы, вкушение было бы, вкушение святого причастия. Ну, просто по смыслу слов имеется в виду. Вот я не вижу здесь призыва постоянно, то есть, вот, и так же читаем сейчас толкование Никодима Милоша. «Общение христиан в первые времена церкви выражалось, главное, в общем участии верно в трапезе Господне, единодушном пребывании всех в храме. И это общение выражается таким образом, положено, между прочим, в основании и присоставлении чин литургии, так что оглашенные, могущие оставаться в церкви, сверденные лишь до определенных молитв, как только начинался сам чин Евхаристии, приглашались дьяконов удалиться из церкви, так что оставались в храме одни верные и были участниками трапезы Господней». То есть, вот он говорит, что есть разделение, то есть можно оставаться на святое причастие, а можно не оставаться, оглашенные не оставались. Я вот это уже от себя толкую. А верные были те, кто тоже не оставались на святом причащении и уходили. И вот тут правило говорит, что не пребывающих на молитве и святом причащении до конца надо отлучать. Тут не говорится о том, что надо причащаться именно каждый день. И в общем, этим выражалась общая мысль церкви о духовном единении между верными. Также и то, что ради этого духовного единения каждый верный может иметь право участвовать в церкви при всех молитвах, и при святой Евхаристии, и в совокупной молитве после святого причащения благодарить Господа за его великий дар. Так было при начале Церкви Христовой. Все верные приходили всегда в церковь, и не только слушали церковное чтение, но оставались там до тех пор, пока священник, как кончил в божественной литургии, не давал им благословения для выхода из церкви. Для вот не знающих расскажу, что вот от благословения для выхода из церкви священник говорит, когда говорит, выходит из алтаря и говорит, с миром и зайдем. То есть с этого момента ничего не нарушая, можно уходить в церкви. Не когда ты там поцеловал крест, хотя это лучше, понятно. Но вот это с миром и зайдем, это значит можно уходить. То есть все. Такая ревность стала, однако, у некоторых охладевать, и многие, послушав только чтение священного писания, выходили из церкви. Ради этого, без сомнения, был внесен, как читаем в апостольских постановлениях, девчонки литургии, после напоминания оглашенных выйти из церкви, диаконский возглас о том, что они, что ни один из имеющих право оставаться до конца службы, не должны ее оставлять. По всей вероятности, это не помогало. Многие после диаконского возгласа все же выходили из церкви до окончания службы, все же выходили из церкви. «Оскорбляй этим благовейное чувство истинно верных, производя беспорядок в самой церкви». Вследствие этого изданным было настоящее строгое правило. То есть, видите, он тут правильно говорит, что это было вследствие только того, что верные уходили до того, то есть, когда начиналась литургия верных, они уже уходили. И поэтому это правило. Это не то, что обязательно причащаться тебе надо, а присутствовать ты должен. Некоторые канонисты, то есть, вот тут другие канонисты, понимают, что это правило, что верные не только не должны были оставаться в церкви до окончания божественной литургии, но и обязаны были все причащить святых таинств. Вот как Дулевич, тоже он так думает. Возможно, что такое толкование правильно, так как подтверждением этого могут быть служить места священописания, приведенные выше, при изъяснении этого правила. Однако, не может быть так, чтобы все верные принуждались причащаться каждый раз при причащении церкви, так как легко могло быть, что не все бывали всегда подготовлены к причастию или по внушению голоса собственной совести, или в силу каких-либо других причин и личной общественной жизни. Для того, чтобы и такие были удостоены хоть некоторого участия в святыне с одной стороны и для избежания чаши наказания, налагаемого этим правилом с другой, а также для того, чтобы обязательств тех, которые не могут причаститься, все же оставались до окончания божественной литургии, заведена была раздача антидора, который каждый должен был принять из рук священника для своего собственного освящения. Вот да. Вот собственно. Ну вот Зонара, видите, вот они толкуют, что это все должны причащаться. Ну и действительно мы видим, в первые века так и было. Это, ну, читаешь, так это и было, чтобы... И там было даже так, что, я вот читал, что причащили, то есть люди участвовали в причастии, это значит, что ты как христианин. И если не участвовал в причастии, то есть спрашивали, почему ты не участвуешь, то есть ты, может, отрекся от Христа. То есть это люди ходили на причастии, и как бы для других это значит, что они христиане были для других. А были же гонения на христиан, и многие за гонения не переставали это делать. Ну, возможно, в силу гонения это совершенно другое уже. Есть какие-то у кого-то тоже пояснения? А, Вячеслав, вот просто... Кстати, вот у греков сохранилась вот эта традиция, что священник раздает антидор при окончании и другие. Но у нас, как бы, не знаю, как в других русских храмах, то, наверное, нету. Я такого не видел. А антидор это что такое? Ну, это, ну, то, что они там разделяют для... Ну, этот хлеб, это специальный, который для святого причастия, да? А, и когда-то остается... То, что остается от праскомидии, там, вот, да, от того, что были дары приготовлены, хлеб, вот, то, что от него осталось, то, что не освящено, вот это все. Ну, это освящено, но это не освящено, имеется в виду евхаристическим каноном, когда, вот, в плоти кровь. Ну, не превратилась, да? Да, да, ну, то есть, он же там, видишь, режет его, там, кубиком таким, а остальное, ну, убирает этот хлеб остальное. Вот это есть антидор, то, что убрано. Ага, а этот, как его, как называется? Антидоры, как бы, то есть... А, интересно. А просфоры, это не то, да? Просфоры, это не то. Вишь, то есть, еще раз, вот там большой такой хлеб выпекается, да? Ну, как правило, большой. И вот он потом режется, и вот то, что отрезано, вот эти остатки, они убираются. И это будет потом антидор. А то, что вот эта середина, ровно отрезанная, она потом с жертвенника приносится на престол, и евхаристический канон, когда начинается, священник воздевает руки и просит Дух Святой, чтобы сошел и притворил в плоти кровь. А кто этот выпекает-то вот это все дело? Ну, благословленное лицо. Женщины, как правило, сейчас пекут. Хотя, я не знаю, можно ли это? Не знаю. У нас в просфорнице дочки еще несколько человек просфоры пекут. Вот Катя печет, дочень вторая, Таня, потом еще несколько человек. По очереди они выпекают это просфоры. Тоже пекут крупные и мелкие. А крупные потом... А еще... Крупные и внушные. А просфоры задан вопрос-то это. А просфоры это... То есть там есть богородичная просфора. Одна богородичная, четыре с крестом. Ой, вообще четыре больших пекется. Три с крестом и одна богородица. Вот так вот Катя печет, она знает. Они свежки, что делают? У них там специальные вот эти вот приспособления. Да, они поминают богородицу. И вот эту частичку от просфорки отколупывают. И потом это все будет в чашу. В чашу тоже вложено, как омывается. То есть всю церковь поминают. Богородицу, святых там основных. А потом уже поминают даже живых. Вот этих, за кого были поданы... Ну, правда, за деньги это делается. Вот это ужасно. Нет, у нас есть деньги. У нас бесплатно. Просфоры отберутся бесплатно. И пекутся бесплатно. У нас за деньги просфоры мы не продаем. Если только начнутся продавать... Вот Катя говорит... Я первая уйду оттуда. Вот. Перестану. У нас нету торговли в храме. Да. Он про другое говорит. Он же говорит про мандиту. Нет, я имею в виду... Продают, продают. А где продают просфоры? Нет, сейчас я объясню, про что продают. Они продают что? Вот они говорят, вот одно имя 10 рублей. Вот мы ее запишем, дадим записочку. И как раз вот эти записочки, которые подаются на проскомедию, записочки... В Италии. У нас это бесплатно. Все записочки... Нет, это хорошо у вас бесплатно. Слава богу. Это... Будьте радостны. Радуйтесь, что... Да, да, мы вот в этом успокоены. В том, что у нас все бесплатно. Записочки все бесплатно. Свечи бесплатно. Вот. Ну, добровольные, пожертвенные есть, Яшич. Но у нас в Лондоне тоже добровольные на это все. Ну, это слава богу. Ну, у нас-то тут не бесплатно. Тут может хоть кого. Вот Угнать Тихонович очень жестко с этим. То есть, они проверяют, кого там записывать. То есть, это же на жертвеннике, еще раз повторю, вот эти частички, имя называется, и частичка раз... Да, вынимается. И потом это выжимые просфоры называются. Потом вот эти все частички, они будут в кровь Господню после того, как она уже осветилась, уже Дух Святой призван. Вот это все, все эти частички вынутые, они все потом в чашу будут туда, это... И это, конечно, как омытие, омытие грехов, там, я не знаю, вот. Ну, серьезные такие вещи, фистические, происходят. Вынутые просфоры выносятся из алтаря и бесплатно раздаются людям. И я вот сама их разрезаю по этим просфорам, ну, мне поручено. И в этом же вот, где просфоры лежат, там вот это остатки антидора. Донышко, боковинки. Я их тоже разрезаю, раздаются людям. Вот так. Спаси Христос. А в Писании не говорилось, что там люди сами приносили хлебы для вечеря? Вот. Так просфорнишься и приносят эти хлебы. Не, он про Писание говорит? Да, да, в Писании. О чем речь-то, как ничего не могу сказать? Ну, там, по-моему, в Послании к Оринфям, если не ошибаюсь, там, или где-то, что говорится, что вот, ну, приносили верующие, ну, сами, короче, сами приносили хлебы для вот этого. Это вот, это и было для причастия, вот это и использовалось? Ну, видимо, да, видимо, да, я не знаю, там. Я просто, я не помню, место. Да, однозначно это приносилось, люди приносили, и это использовали. Видишь, если я не ошибаюсь, вначале же это было, ну, вообще, вот, когда апостолы еще живые были, это же была просто трапеза, обычная трапеза. И за этой трапезой, видимо, отделяли специальный хлеб там какой-то, отделяли вино, и потом вот воздевали руки, молились священники там, апостолы, епископы. И совершалось и в Харистии, и во время вот этой трапезы, вот, как-то выделяли время, и причащались все. Почему потом и апостол допишет, что зачем вы объедаетесь-то сейчас, ну, в это время-то, ну, как-то так. Да, 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 именно так. Трапеза была, и на ней возлежали. Но потом там воровать стали хлеб. Кто-то, некоторые, и уже введено было по-другому все. В апостольское время литургия называлась еще преломлением хлеба. Литургия или Евхаристия? Литургия, деяние 2,46 написано. Деяние 2,46, да? И каждый день генадушно пребывали в храме, переломляя по дамам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Видишь, видишь, как они ходили на богослужения в храм, в этот, ну, в храм, в один храм был. А потом надо им причаститься, они пошли домой, покушали там, видимо, трапеза, и потом преломили хлеб и причастились, как делали. А потом, когда уже из храма, видимо, их повыгоняли всех, можно так сказать, а потом и сам храм был разрушен, а богослужение-то хочется, ну, то есть, чтобы стал мы воспевать все. И они вот этот вот чин ветхозаветный практически все оттуда и взяли. Да. Давайте дальше прочитаем 10 канон, апостольское правило. А еще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковой будет да отлучен. Отлучение, о котором мы говорили в нашем долговании, пятого апостола правила, как наказание, лишающее общение с известным обществом, происходит само собой, если только в данном обществе господствует одно определенное высшее начало, которое должно свято охраняться определенными средствами для поддержания самого общества. Так бывает вообще во всяком обществе, с возвышенной целью, а особенно так бывает должно быть в обществе религиозном. Тоже встречаем мы как и у язычников, так и у иудеев, которые лишали недостойных членов своей религиозной общины молитвенного общения с остальной верной братьей. То есть отлучали их от своего религиозного общества. В христианской церкви это соблюдалось еще гораздо строже. В христианской церкви это все, вот это отлучение, эпитемии, это все же соблюдалось еще гораздо строже. Это сейчас нам впаривают, что это вообще к христианскому типа не относятся, что это все не любовь. Сам Иисус Христос положил начало отлучению от своей церкви, сказав, если и церкви не послушать, то да будет он тебе как язычник и мытарь, Матфея 18-17. То есть другими словами, пусть будет отлучен от церкви. Впоследствии апостолы подобно разнеслили это в своих посланиях, а также применяли на деле. Таким образом, правило строго выражает мысль Священного Писания, воспрещая молиться с отлученными о церковном общении не только в церкви, когда бывает общая для всех верных молитва, но даже и дома наедине с отлученным от церкви. Ту же мысль Священного Писания выражает правило, предписывает отлучение от церкви каждого, который будет иметь молитвенное общение с тем, кого церковная власть отлучила от своего общения. Такое учение церкви оботлученных мы находим в творении святых отцов и учли в церкви древнейших времен. То есть строго с этим все. Разделение строгое. Если человек отмечает. Надо понять, Вячеслав, ну-ка, объясни, пожалуйста, надо понять, вот отлученые, то есть с ним даже молиться нельзя, то есть он вообще как бы храм его не пускали, так правильно? Ну да, это значит его в храм не пускают. То есть, допустим, если тебя не отлучили, тебя в храм не могут не пускать, на самом деле. Но там же разная степень отлучения, там губ настоящие, потом... Нет, это именно, это отлученный, тут скорее всего это, который анафеме преданный, то есть какой-то либо... Вот надо разобраться, а анафеме или это преданный? Это не эпитемия, эпитемия это с ним молится. Отлученный, удаленный. То есть это, который именно все отлучен от церкви, вот как там Лев Толстой что ли? Не-не, Вячеслав, надо разобраться. Сейчас разберемся, прочитаем. Так у нас нет таких, мы не встречаемся с такими. Вот, читаем, Зонара. Отлучаемые, конечно, из-за грехи отлучаются, посему никто не должен иметь общение с ними, ибо общение показывало презрение к отлучившему и лучшее обвинение, будто неправильно отлучил. Итак, если кто с лишенным общения, то есть отлученным, будет вместе молиться, хотя бы не в церкви, а в доме, то и подвергнется отлучению. Тоже говорит девятое правило Карфавенского. Моляющийся с лишенным общения подлежит такому осуждению. Моляющийся вместе с еретиками в церкви или в доме, да будет так же лишен общения, как и они. Выражение лишения общения, значит отлучение. Итак, кто молится с отлученным, где и когда бы не был, должен быть отлучен. Это написано для тех, которые говорят, что отлученные извержены с церкви, и что следовательно, если кто-либо вместе с ним будет петь в доме или на поле, то не будет виновен. Либо в церкви, или молятся, или вместе с отлученным, или в ней ее все равно. Но разговаривать с отлученным не воспрещается. Читает девятое правило Карфагенского собора. Ну это вот отлученный. Ага. Вот моя сестра, с которой я крестилась в Потеряевке, она приехала, и вот этот Чернодаров, о котором мы уже вели речь, он ее как бы отлучил. И запретил с ней общаться даже на бытовом уровне. Вот так. Ну да, но он-то, он ее отлучил официально. Желнило. Ну вот и Нина там стоит сейчас на улице. Ее отлучили. Это не епитимия, да, это другой. Епитимия, человек покаялся. А если не покаялся, он не получается. То есть, к примеру, вот Госдума приняла то, что отвергла закон о том, что выводы этих абортов из ОМС. И там же никто не покаялся, ничего. Они должны быть по сути-то отлучены от церкви. То есть, все, их как бы запрещено. И молиться с ними, и входить в церковь, соответственно, причащаться. Это не епитимия. Епитимия, человек покаял, то есть, он все кается, соответственно, он не отлучен от церкви. Он только от причастия отлучен, как бы, получается. А тут даже атеистов не отлучают. Вот это как его, который самый популярный, который, который «Чистилища» снял, как его. Ну, вот этот. Ну, он же тоже вроде не отлучен. Ну, да, но с ним молиться-то не придется. Так, вообще, кто... Вот так. Вот тут, если мы дальше будем читать, мы вот в этих терминах разберемся, что такое отлучение, что нет. Давайте сейчас дальше один прочитаем. А вопрос, если тебя отлучили, то тебя могут приучить обратно, нет? Конечно, ты покаешься, и все тебе обязаны приучить сразу же. Ну, то есть, разобрать, и все. Вот перед ним оставить же условия. Если отрекешься от Игнатия, запустим тебя в церковь. Да, это вообще-то безогонник. Никакой силы не имеет. Это дурь человеческая. Конечно, это вообще сатанизм конкретный. Они ей какую-то грамоту дали, что она отлучена или что-то вообще. Какое-то должно быть... Это вообще он не имеет такой власти, это священник, отлучать от церкви. Он не может это делать. То есть, он как бы должен тогда... Нет, он может, он дает основание, и писк, и писк подлучает. Это хулиганство, мягко говоря. Это нет, потому что он ничего ему не... Это просто его самовластно. То есть, это он запретил, и все, это не может быть. То есть, это просто обычный беспредел. Все, ничего там нет. Пуцарек местного прихода. То есть, никакого, ни церковного, ничего не было. То есть, ересь никакая не доказана, ничего. То есть, за что? Просто за то, что он с этим... Она общается с Игнатием Тихоновичем, там она его... А Игнатий Тихонович, ты не под судом? Вот именно. И он никто... Отлучит, это, своего митрополита, этого, Сергия Иванникова. Пускай его отлучает, потому что он общается с Игнатием Тихоновичем. Ну вот, ты как этот, как Иисус сказал. Когда он говорит, выиграет Моисей, тогда отлучите, что вы меня-то. Он же субботу нарушает. Этот владыка, он и Нину благословил, чтобы она была на литургии, ну, например, в этом храме. Он благословил, а Чернодаров не принял это благословление, сказал нет. Ну, он просто уже вообще волк лютый, просто это какой-то... Такие черные дары делает. Жалко даже его, на самом деле. Что-то непонятное с ним, да побоялся бы. Вот в эту сторону, главное, вообще не боится идти. У него вообще есть власть это делать, если епископ или митрополит, кто над ним сказал? Ну, там одно... Нет, нет, это канон запрещает, я даже скажу. Канон называется без епископа, там какой-то канон, священник без епископа, да ничего не делает. И там в толкованиях написано, что ничего не делает, это означает, не может распоряжаться церковным имуществом и отлучать от церкви. А вот Чернодаров может и делает, никого не слушается. Так если ему предъявить это, так все, вопрос решен. И предъявляли, и писали, и говорили. Суховный суд на него подойдет. Есть такое понятие государство в государстве, и там видим у него крыша. Крыша есть какая-то. Да, и все. Чисто человеческая тема. Так, сейчас 11 прочитаем и заканчиваем. Аще, кто принадлежа к Клиру, с изверженным от Клира молиться будет, да будет изверженный сам. Как отлученные, о котором мы говорили в толковании 10 апостола, лишают церковное общение, так точно извержение лишает духовное лицо его службы. Следовательно, и тот, кто участвует в каком-либо чине, совершаемом кем-нибудь противозаконно, ну, то есть, допустим, главина отлучили, и он все равно служит. То есть, начинает, к примеру, служить. Он не служит, на самом деле. Но, к примеру, он начинает служить. И если кто-то из священников и будет служить, вот это правило извергает и его. Поступает, как и тот, кто вступает в церковное общение с отлученным. И потому подлежит и сам тому же наказанию, какому подвергнется, совершивший данное преступление. В чем состоит извержение священного сана, мы говорили в толковании 5 апостола правила. Под словами, с изверженными от клира молятся, нужно подразумевать, прежде всего, воспрещение совместного служения с изверженным духовным лицом, а затем воспрещение всякой общей молитвы. По васальмому, смысл этого правила таков. Наказание должно подвергнуться каждой клире, которая будет молиться где бы то ни было, и с каким бы то ни было клириком изверженным. И после извержения решившимся совершить какую-либо священную службу. Это не просто изверженно, а именно священную, которая как бы продолжает священскую службу. Потому что просто изверженно, он как в разряд мирянина просто попадает, и все. Он такой же, как и все. А кто относится к клиру? Ну, все. Кто скажет? Конкретно. Церковно-служители, это чтицы, певцы, вот даже, ну, алтарники, там, панамарии, подьяконы и подьяконы. Вот. Я не знаю, есть такое, было в древней церкви же вот это, деконисы. Сейчас его вроде... Есть он, нету этот чин. Вот если вы, если вам доверяют, вот, например, антидор, вот это все, это деконис дело. Значит, вы тоже церковно-служитель? Поздравляю вас. Да. Не знала. Вы относитесь к клиру, на самом деле, если вы... Ну, я и на клиросе пою. Ну, да. Да, да, если, тем более на клиросе, все, вы клир. Это певчий, певчий. Церковно-служитель. Спасибо. Вот попали. Так, сейчас есть еще время, вот тут я прочитаю толкование пятого апостольского правила. Здесь там описывается, что такое реально, ну, по поводу отлучений, чтобы разобраться, потому что можно тут попутаться. Пока Вячеслав ищет, я скажу, что вообще по-хорошему, конечно же, епископ, он, вот в семинаре это практикуется, он, ну, вот в чтецы, например, есть такой чин, посвящение в чтецы. То есть там он, ритуал целый, там, молитвы специальные, все такое. И, по всей видимости, любого церковно-служителя, будь то певчий там, я не знаю, и все остальное, панамари, они тоже должны быть неким малым таким чином освящения от епископа, должны быть посвящены. Но это сейчас никто не практикует, как и многое тоже, о чем мы говорим. Ну, все это на самотек пущено. Так что вот так. Ладно, в следующий раз это сделаем, потому что там много читать, и это запомнил. Давайте помолимся. Виталий, помолишься? Достойный исек воистину, блажите Тебя, Богородица, пресноблаженная и пренепорочная, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую безыстрение хирургин. Ой, что-то я не пускал, да? За братьев и сестер, за это собрание. Благодарим Тебя за наших наставников, отца Игнатия, отца Иакима, братьев и сестер Барнаульского и Потеряевской общины. Господи, исцели отца Игнатия, дару ему еще сил и время и благословения на то, чтобы он дальше радовал нас, возвещал Слово Твое, и новые души приходили и обращались к Писанию, к Слову Твоему и в Тергофе. Вот, аминь. Аминь.